Мне нравится наша церковь, потому что у нас действительно царство священников. Бог использует новых людей, не только один человек тут говорит, Бог использует разных людей, и мы познаем его истину с разных ракурсов. Это очень хорошо. Наша церковь – это церковь для лидеров, наша церковь – это место, где каждый может состояться, наша церковь – это место возможностей. Здесь невозможность становится возможностью. Мы переживаем чудо, и мы видим в этой церкви, что нет обстоятельства, не ситуации, которая выше Божьей контроля. Бог в контроле, и Бог может превратить любую ситуацию и любое обстоятельство ко благу. Есть такое? Есть. Аминь. Господь, благослови это слово, и просто укрепи нашего внутреннего человека, нашего духовного человека, и чтобы мы удовлетворяли Тебя во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Месяц активной гражданской позиции. У нас четвертое воскресенье, когда мы говорим об этой теме. И сегодня я хочу говорить, верю очень коротко, о влиянии христиан в общество. О влиянии христиан в общество. Если мы откроем Евангелие от Матвея, 13 главу. Если мы откроем 13 главу Евангелия от Матвея, 33 стих. Матвей 13, 33. Иную притчу сказал он им, Царство небесное, подобно захвастке, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла всю. Что мы делаем в обществе? Для чего Бог позволяет, чтобы мы находились в обществе? Одно из наших предназначений в обществе, это быть дрожжей. Дрожжей? Дрожжами. Да. Это быть захвастками. Это одно из наших предназначений в этой жизни. И если вы посмотрите внимательно на это местописание, не захвастка взяла себе и положила себе, куда ей нравится или что ей надо. Это не дело захвастки. Кто-то в данной ситуации, женщина, взяла захвастку и положила ее туда, куда она считает, что нужно. Если мы это перенесем на себя, не мы решаем, по большому счету, в какое общество будем жить. Не мы решаем, в какую родину мы родились, в какую страну мы родились. По большому счету, есть великая рука. Есть рука с неба, которая берет нас за кваску и ложит нас в меру, в меру, в которую он хочет, чтобы мы вкисли. В меру, где он хочет, чтобы мы работали. Поэтому Бог не спрашивает нас. Наверное, есть люди, которые недовольны Украине. Есть люди, которые бы хотели жить, возможно, в Африке. Есть люди, которые, ну, Америка не выходит с головы днем и ночью. Но Бог не ошибся. Бог не ошибся, когда Он поставил вас пока в том обществе, где вы находитесь. И вы знаете, некоторые, вот я утром говорила на эту тему в английской церкви, и там больше иностранцев. И я говорила, что вот для иностранца, раньше, наверное, будет идти о двойной гражданстве. О двойной гражданстве. Потому что есть родная земля, откуда вы. И сейчас Украина тоже становится родной земля. Потому что у вас есть дом, у вас есть квартира. Очень много связывает с Украиной. И я говорила, что вы подобны, я им говорила утром, что вы подобны на захвастке, в которой женщина положила две меры муки. Бог кого-то в три меры муки. Бог кого-то в шесть меры муки. Но в каждом обществе, где мы находим себя, Бог ожидает от нас, чтобы мы были не инетными, чтобы мы были не бездейственными, чтобы мы были незаметными. Нет, Бог ложил нас туда, чтобы мы изменили что-то. Чтобы мы оставили эти места чуть лучше, чем мы их встретили. Наше предназначение – это оставить добрый след на историю человечества. И вы знаете, мы не один в этом попричи. Потому что не мы вообще придумали это попричи. Вот эта тема влияния, дружи, недружи – это не наша тема. Это Божья тема, которая стала нашей темой. Инициатор – это Бог. Инициатор, где мы находимся сегодня. И что мы должны делать – это Бог. И Бог своих детей не бросает. И если Бог дает задание, Он поддерживает. Он дает задание, и Он тут же образует группу поддержки. Тут же образует группу поддержку. Поэтому не думайте, о, Господи, как же это, как же то. Не переживайте. Я с тобой. Мы эту горю с Богом покорим, да? Покорим, покорим Богом. Мы покорим эту горю, и мы исполним все то, что Бог хотел бы, чтобы мы исполнили. Сарство Божие подобное. И это сарство Божие внутри нас. И через нас Бог распространяет Его сарство. В том обществе, где мы находимся. В той семье, где мы находимся. В той школе, где мы находимся. На той работе, где мы сейчас работаем. В микрорайоне, в те страны, где мы едем по командировке. И часто едем в сферу общества, где мы активны. Бог распространяет Его ценности, Его принципы через нас. И как я сказала, мы не один в этом поприще. Потому что это Божий поприще, и Он играет ведущие роли в этом поприще. И если мы откроем Салом 32 главу. Салом 32 главу, 12 стих. Салом 32, 12. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие себе. Еще раз читаю. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И племя, которое Он избрал в наследие себе. Видите, Бог избирает нас. И когда Он, ну вообще-то вся земля принадлежит Богу. Но Он завоюет эту землю, или, по крайней мере, ну расширяет, или сильнее приносит его присутствие в землю. Мы знаем, что Господня земля, и все это, что наполняет ее. Но вы знаете, земля находится в разном состоянии. Есть необработанная земля. Есть земля, которая выглядит вообще как джунгли. И, ну, то есть состояние земли находится в разной состоянии. Состояние земли находится в разной стадии. И вот получается, Богу нужен человек, чтобы принести больше его присутствия в этой земле. Понятно, что Господня земля. Но Бог хочет украшать эту землю. Бог хочет, чтобы земля исполняла больше его функций. А без человека этого уже не будет. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Что мы видим? Это местописание очень близко к нам в Украине. Очень близко к нам в Украине. Мы как страна, Украина не может сравнить себя с другими арабскими странами. Или с Индией, или в Азии, где ведущая религия – это ислам, или буддизм, или еще что-то такое. Мы, ну, Украина, мы даже говорим, что мы православная страна. Мы православная страна. Что это значит? Что мы признаем Бога. Ну, если мы видим на улице и будем спрашивать, вы верите в Бога? Люди на нас так будут смотреть? Очень маленький процент людей в Украине не верят в Бога. Все умеют креститься. Многие еще носят крест. На праздники посмотрите, что творится в наших храмах. Нет места. То есть вопрос не то, что верить в Бога. Тогда, в чем тогда наше влияние? Что мы несем людей? Если люди так верят в Бога. Если мы живем в православной стране, если мы живем… Потому что православная страна – это значит христианская страна. Понимаете? Православие – это направление в христианстве. И если вы чуть-чуть будете изучать православие, у них очень много хорошего. Не думайте, что там прямо все плохо. Нет. Очень много. И мы бы не появились, потому что если бы не было православия. Вот сначала католизм был. Потом они поссорились, как всегда. Кристиане – католизм. Да, спасибо были. Потом, как верующие умеют, поссорились. Поэтому поссорились и поделились на два лагеря. Поэтому католики живут, и Бог их благословляет. И православие тоже живет, и Бог их просветает. А потом там и дальше. Знаете, как клетки делятся? Что-то их объединилось, потом уже нос не тот, уже глаза не так. Короче, так, так, так. И мы родились харизматой. И поэтому они наши отцы. Они наши отцы. Нам надо уважать православие. Потому что они тоже, ну, они страдали за веру. Они, ну, мы... Это наша история. Если бы они что-то не делали, если бы они не молились за Украину, может быть, Украина бы не была такая, которая есть. Поэтому не надо пренебрегать. Надо посмотреть точку соприкосновения и уважать. Уважать наши отцы, которые, ну, молились, очень много молились за эту землю. Итак, о чем я говорю? Блажен народ, у которого Господь есть Бог. В Украине наш Бог – это Бог, это Иисус. Хотя меня смушает в последнее время, особенно когда антитеррористическая операция началась, мы начали говорить «Слава Украине», «Слава героям». А почему-то мы не говорим «Слава Богу». И тоже я посмотрела парад, который был в День независимости, речь президента. И вот «Слава героям», «Слава всему Ему». Господи, когда же будет «Слава Богу». Мы же православная страна. Оно не должно быть стильно говорить «Слава Богу». Хотя на этом парадке были духовенства. Вот, ну, видно, что Украина признает Бога. Но почему-то мы стесняемся, я не знаю, почему мы не можем вместе «Слава героям» и сказать, кто вообще делает их герой, и кто хранит эту землю. Так что, может быть, кто-то сделает препозиции, может быть, кто-то делает что-то. Я думаю, что если мы православная страна, тогда пусть «Слава» будет Богу. Вот, наряду с героем нашим, наряду с Украиной, да. «Слава украинскому народу» – хорошо, но кто есть Бог этого украинского народа? Это Бог. Вот поэтому «Слава Богу», да, «Слава украинскому народу», да, за труд, за патриотизм, за веру в Родину. «Слава героям, которые легли за нашу свободу». Аминь, аллилуйя, но блажен народ, у которого Господь есть Бог. Поэтому мы с гордостью должны всегда говорить «Слава Богу» за нашу страну, «Слава Богу» за наши герои, «Слава Богу». Не было бы Бог, то не дай Бог, тогда речь о герое вообще не будет. Вы их не найдете. У нас герой благодаря Богу, который дает нам эти герои. И украинское общество существует благодаря кому? Благодаря Богу. Поэтому наше влияние должно начинать с тем, что мы говорим «Слава Богу», и мы помогаем людям, мы помогаем с верой видеть, что да, без труда рыбу из пруда не вытащишь, но все равно Бог дает нам силу. Бог дает нам силу, поэтому оно должно идти вместе. Признание Бога и часть человеческая, оно должно идти вместе. Блажен народ, шасив народ, устроен народ, благословен народ, у которого Господь есть Бог. Мы есть племя, которое Он избрал в наследие Сибири. Как тогда Он избрал Израиль из всех народов земли стать его наследием? Он избрал Киевский Русь. Мы все знаем историю нашей земли. Понимаете, крестьянство, это родина крестьянства, ну, здесь, в Украине. Вы думаете, что из Киева вообще-то? Вы думаете, что это случайно? Вы думаете, что просто так? Поверьте мне, просто так не бывает у Бога. Вот. Мы избраны. Киев особый город. Украина особый народ. И это все благодаря Божьему предназначению для нас. Поэтому мы блажены, потому что мы признаем Бога. Не только своей личной жизнью, но мы признаем Бога на уровне города, на уровне страны. И мы понимаем, что мы есть Божьим наследием. И также я хочу, чтобы мы тоже открыли известное местописание. Второе паралипоменом, седьмая глава, четырнадцати стих. Второе паралипоменом, седьмая глава, четырнадцати стих. Там написано. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, И слышат лица моего, и обратятся от худих путей своих, То я услышу с неба, и прошу грехи их, и исцелю землю их. Видите, это местописание говорит, народ мой, который именуется именем моим. Я считаю, что Украина есть один из тех народов, который именуется именем его. Потому что мы открыто, публично, с гордостью говорим, что мы христианская страна. Кстати, Россия тоже христианская страна. Очень серьезно. То есть тоже именуется именем моим. Именуется именем моим. Если мы именуемся именем его, тогда что Бог требует от нас? И какое влияние мы можем внести в общество? Бог требует от нас смирения. В чем заключается это смирение? Смирение, чтобы взять ответственность за нашу страну. Смирение, чтобы взять ответственность за грехи нашей страны. Даже если мы вообще, ну, этот грех вообще к нам непосредственно, ни с какой стороны вообще не примыкается. Но нужно смирение, чтобы взять ответственность и за хорошую страну своей страны, и за плохую страну своей страны. Ниемия, он служил у царя. Потом он услышал не очень приятные новости об Иерусалиме. И когда он молился Богу, он кается, он говорит, мы согрешили, мы согрешили, мы согрешили. Нужны в Украине люди, которые больше будут говорить мы, чем я. Есть люди, которые не будут говорить, вот они плохие. Нет. Если они плохие, мы плохие. Украина неразделима. Украина единая, соборная в Украине. И сейчас война идет за целостность территории Украины, чтобы мы были едины на руль. Поэтому нужно внести влияние, чтобы мы больше говорили, что мы, мы. Если какой-то мальчик себя ведет не так, это мы. Это не проблема этого мальчика. Это наша проблема. Если наша молодежь ведет себя не так, надо. Это не они. Это не молодежь такая, нет. Это мы. Это едино. И мы вместе же сможем решать этот вопрос. Наше сердце должно болеть за все, что происходит в сферах наших обществ. И Библия говорит, что если смириться, мой народ. Конечно, Украина это божий народ. Но верующие, люди, которые больше соблюдают пути его. И мы тогда входим в эту группу. Не то, что мы превосносим себя, но оно так и есть. Из этого же украинского народа, из этого же христианского украинского народа, Бог избрал каждого из нас. Чтобы мы больше предстояли перед Богом. Чтобы мы больше искали Бога. Чтобы мы приблизились к Богу. И Библия говорит, что если такие люди будут смириться. Знаете, смирение очень важно. Для влияния смирение очень важно. Библия говорит, что если мой народ смирится, как мы можем влиять на общество? Библия говорит, просто смирись. Смирись. И после смирения, что нужно делать? Молиться. Молиться. Нет молитвы без смирения. О чем будешь говорить с Богом? С какой позиции вы будете говорить с Богом, если у вас нет смирения? Как мы входим к Богу? Мы входим смиренным. Мы не говорим, эй, Бог, иди сюда. Вот твоя политика мне вообще неизвестна. Что это такое? Что это такое? Мы не начинаем молитву с тем, что Бог, ты меня подвез. Что ты о себе думаешь? Ты сказал, что ты будешь со мной где? Что ты был? И смирится народ мой, и тогда будет молиться. Потому что молитва начинается с смирением. Молитва начинается с смирением. Библия говорит, что смирится мой народ, смирится украинский народ, и если я смирюсь, это уже смирается украинский народ. Если мы как церковь смиримся, это уже смирается украинский народ. Почему? Потому что мы есть часть украинского народа. Мы есть часть украинского народа. И вот это часть украинского народа, который потом пойдет в большой украинский народ, как захваска. Поэтому Библия говорит, что и смирится народ мой, и именуется именем моим. Наша фамилия – это Божия. Мы – Божия. И будут молиться. Хорошо. И зищут лица моего. Подумаешь, зачем еще взыскать его лица? Что мало ли, что я молюсь. Что еще ему нужно? Видите, Богу недостаточно, чтобы мы просто молились. Богу нужно, чтобы мы строили отношения с Ним. Чтобы мы строили отношения с Ним. Чтобы мы показали интерес. Знаете, взыскать. Помните, по-моему, Матфея, 7 глава, когда Иисус учил о молитве. Просите, дано будет вам. Ищите, и вы найдете. То есть, первый уровень молитвы – просто просить. Принесите мне, пожалуйста, стакан. На вам стакан. Принесите мне еще что-то, пожалуйста. А потом есть второй уровень. Молиться – это как Божия, Боженька просит, благослови. Дай деньги, дай хлеб, дай еще воду. Если мы просим, и Бог дает. Но дальше Бог говорит, изыщут лица моего. Это уже ищите. Это уже строят отношения. Это уже ищите Божьего благорасположения. Когда мы строим отношения с человеком, мы узнаем, что ему нравится. Невозможно строить отношения с человеком, не интересоваться, что ему нравится. Потому что не получится строить отношения, если мы постоянно будем делать то, что ему не нравится. И Бог говорит, что мой народ должен искать лица моего. Знать мою волю. Я хочу стать друзьями, для того, чтобы я могла передать им, чтобы я мог передать им необходимые вещи. Поэтому недостаточно молиться. Все молятся. Все молятся. Когда у нас очередной проблемой было два года назад с Россией. Мы все начали молиться. На Майдане молились. Везде молились. Но Бог говорит, что это недостаточно. Кто не молился бы, когда война на Востоке. Кто не молился бы, все побежали в храм. Все проснулись, как никогда. Церкви заполнили. Это то же самое при 11 сентября 2000 года в Америке. Первого года. Спасибо в Америке. Какой день это был? Какой день недели был? Какой день? Будет непонятно. Четверг, пятницу. Американцы. Кто-то помнит? Вторник. И вот, в воскресенье после этого вторника, нет места мухам сидеть в церкви. Все места были заполнены. Как тревога, так до Бога. Понимаете? Поэтому молитва недостаточно. Бог знает, как заполнить церковь. Понимаете? Бог знает, как беда до Бога. Но зачем? Поэтому Бог говорит, не остановитесь на уровне молитвы. Ищите меня. И обратясь от худих путей своих. Видите? Если мы не смиримся, если мы не молимся, если мы не будем строить отношения с Богом, будет очень тяжело обратиться от худих путей своих. Сила обратиться. Сила перестать делать то, что неправильно. Я не говорю о вас лично. Мы сейчас говорим об обществе. Допустим, мы видим, что молодежь ведет себя не так, как надо. Кто-то должен смириться за них. Кто-то должен стоять в проломе за них. Кто-то должен молиться за них. Кто-то должен искать Божий путь, Божье лицо. Как нам решать эту ситуацию? И тогда они изменятся. И мы увидим, что это свидетельство. У нас в прошлом воскресенье пришла одна сестра. И она рассказывала, что у нее на даче воры сломали машину. Мы украли вещи. Вы еще помните детские вещи? И она сказала, что она молилась. И этих людей поймали. Видите? Она молилась. Она переживала за общество. Что за общество? Где гарантия? Где мир? Где покой? И у нас тоже должно быть такое отношение. И от наших молитв, от нашего изыскания Бога, от нашего мечта для нашей страны, мы увидим, как люди будут обращаться от худих путей своих. Мы не должны позволять, чтобы то, что нам не нравится в обществе, разочаровало нас. Все то, что нам не нравится в обществе, пусть это помогает нам смириться, молиться, искать лица Бога. Ищущий найдется. И мы начнем переживать это чудо. Мы начнем видеть, как люди будут обращаться, обратиться и от худих путей своих. Потому что у Бога есть сила размягчать сердца людей. Но кто-то должен это просить. Потому что дьявол ходит, как река, как и лев. Дьявол очень хитрый, очень опасный. Поэтому мы тоже должны показать серьезность, что мы действительно хотим, чтобы наша земля, она была спасена. Потому что дьявол не на шутки сражаться. Сражается. Он хочет, чтобы наши дети служили ему, чтобы наши мужья служили ему, чтобы наши женщины служили ему. И нужный народ, который тоже будет бояться. Нет, дьявол так не будет. То есть, бороться. Бороться. Как сейчас на границе к Украине. Усиливают положение. Вот мы ходим в стране, мы в кинотеатры, в школе. Мы двигаемся, как мы хотим. А кто-то на границе. Кто-то на границе. Поэтому тоже нужны духовные пограничники такие. За нашу землю. За нашу землю. И Бог обещает. Я вам говорю. В этом задании мы не один. Мы не самозванцы. Бог говорит. Если это будет, я услышу с неба. Я услышу с неба. Прошу грехи их. И целю землю их. Прошу их грехи. Какие бы эти грехи не были. Богу абсолютно все равно. Он говорит. Какие бы ваши грехи не были. Что бы ни делали. Что бы ни ломалось. Бог говорит. Я прошу грехи. И целю их землю. Поэтому мы за это всегда должны молиться. Говори. Вот я Господь. Вот я Господь. Я стою перед тобой. От имени Украины Господь. Используй меня как захвастка. Чтобы принести твою волю в Украине. Чтобы твое садство утвердило в Украине Господь. Я не умокну Господи. Пока я живу Господи. Буду молиться за Украину. Когда мы видим что что-то не то. Это не время начинает. О у нас вообще власти нет. У нас дороги нет. У нас ничего нет. Нет. Вот эти жалобы. Давайте мы с вами научимся превращать их в молитву. Давайте мы научимся превращать все эти жалобы. То, что нам не нравится. Это заискание лица Божия. Как это можно решить? Что можно делать? Что нужно делать? Как эта проблема решать? Подъезды грязные. Люди не слушаются. Еще что-то. Господи. Дай мне мудрость. Господи. Ну прикасайся. Господи. Ну что делать? Как можно этот вопрос решать? И Бог говорит, что я услышу с неба. Прощу грехи их. Не важно какие грехи в Украине есть. Потому что иногда я говорю, а такие грехи предков. Не важно какие грехи предков. Для Бога грек это вообще не проблема. Что он делает с грехами? Он их прощает. Если мы смираемся, что Бог делает с грехами, просто я их прощаю. Поэтому грех это не помеха для Бога. Грехи прошу, землю и целю. Это все благодаря кому? Благодаря народу, который именуется именем моим. Благодаря племени, которые Бог избрал, чтобы стать наследием для него. Поэтому давайте мы возьмем ответственность за прощение грехи нашей земли. Давайте мы с вами возьмем ответственность за исцеление нашей земли. Но кто-то должен стоять за это. Кто-то должен постоянно просить это. Не только за свои собственные грехи, а за грехи земли. Потому что если один человек просветает в общество, все общества просветают. Если один человек деградирует в обществе, это становится проблемой общества. Мало ли, что мы не грешим. Но если в нашем обществе есть грех, это становится нашим грехом. Мы должны смириться перед Богом. Мы должны покаяться за это. Взять ответственность за это. Это верить, что это грех остановится. Остановится. Поэтому если есть потрехти в обществе, это верующие. Люди, которые верят. Люди, которые не бросают свои мечты. Верят в будущее. Будущее. Что Иисус придет. Бог все восстановит. Мы служим Богу всемогущим. Нет ничего невозможного для Него. Поэтому давайте мы не будем потерять веру в Украину. Не будем потерять веру в наше общество. Не будем потерять веру, что что-то может работать в нашем обществе. Бог ищет людей, которые больше и больше позитивно будут верить. Свои семьи, свои роды, свои школы, свои общества, свои церковь, свои страны. И если будут такие, тогда живы будем. Не позвольте дьяволу украсть вашу веру. Иисус говорит, если я приду на землю, найду ли я веру? Найду ли вообще кто-то, у кого вообще есть вера в будущее? Что сейчас говорят об Украине? Все кончено. Все надо выезжать. Ну, все, у кого есть родственники в Европе, уже повыезжали. Остались мы, у кого никого нету, да? Видите, все кончено. Но надо начинать запускать новые программы. Даже если мы тут не будем жить. Но пока мы здесь. Надо начинать запускать совершенно новые программы. Кто-то должен создать эту новую Украину. Украину, которую Бог прощает его грехи. Украину, чья земля Бог исцеляет. Давайте встанем и будем молиться, будем стоять в проломе за Украину. И скажите Богу, Украина – это я. Скажите Богу, Украина – это мы, Господь. И скажите Богу, ты нашел меня. Ты нашел меня. Дай мне благодать смиряться. Дай мне благодать молиться. Дай мне благодать взыскать лица Твоего, Господь. Чтобы я увидела в своем поколении, Господь. Как люди будут обращаться от худей пути. Как безнадежные грешники станут святыми, Господь. Как молодежь начнут приветствовать чистые ценности, вежные ценности, хорошие ценности. Господь, я хочу видеть прощение грехов моего народа. Я хочу видеть прощение грехов моей земли. Я хочу видеть прощение грехов моего рода. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, я ищу исцеление земли моей. Исцеление моей родной земли. Исцеление моей Украины во имя Иисуса Христа.